Тунис находится в Северной Африке. С одной стороны, Тунис – это типичная страна, с арабом и британской культурой и налетом исторического французского колониального влияния. С другой, уникальность Тунису придает шикарное наследие древней истории, во главе с известнейшим Карфагеном, а также разнообразные природные ресурсы. Ландшафт меняется от протяженных белоснежных песчаных пляжей на побережье Средиземного моря до песков Сахары в южной части. Все это делает страну крайне привлекательной для любителей моря и солнца, которые хотят совместить расслабленный отдых с активной познавательной поездкой. Еще одной немаловажной причиной путешествия в Тунис является культ таласотерапии, который развивается в стране. Впрочем, в этом случае, рекомендуется ехать как минимум на три недели. По площади это самая маленькая страна Магриба. Для туристов наиболее привлекательными являются морские рекреационные возможности страны, протяженные песчаные пляжи, чистое и мелкое море. Приезжая на пляжи, путешественники не отказывают себе в редкой, достаточно цивилизованной возможности посетить Сахару. 97% населения составляют арабы, мусульмане составляют 98% населения. Также есть небольшое количество католиков, а на острове Джерба компактно проживает еврейская община. В стране сравнительно высокий, относительно арабских стран, уровень образования населения. Образование бесплатно и включает в себя несколько уровней. При этом есть и не очень приятные моменты в Тунисе. Сразу видно валяющийся вдоль дорог многолетний мусор, который никто и не собирается убирать. На первом месте находится промышленность, добыча фосфоритов. Также есть добыча нефти, которая покрывает внутренние потребности и даже идет на экспорт. Далее идет сельское хозяйство, теплый и влажный климат северных районов создает благоприятные условия для выращивания фруктов и овощей. Первое место составляет выращивание оливок, в стране насчитывается десятки миллионов деревьев. Вклад в экономику страны, сопоставимый с туризмом, вносит текстильная промышленность. Валюта страны – тунисский динар. Курс фиксированный по всей территории страны, и нет необходимости искать обменные пункты с выгодным курсом. Обменять валюту на динары можно в обменных пунктах в транспортных узлах и банках. Для постояльцев гостиниц существует возможность обменять деньги на ресепшн. Расчеты на территории страны осуществляются только в динарах, за небольшим исключением типа оплаты экскурсий. Менять сразу много не стоит, так как вывоз местной валюты из страны запрещен, а обратный обмен имеет свои ограничения. Обратный обмен может быть осуществлен только в крупных транспортных узлах, например, аэропортах, при наличии справки о первоначальном обмене и ограничен суммой в 170 динар на человека. Монета в один динар является самой ходовой с точки зрения чаевых и мелких расчетов. Торговля сосредоточена либо в торговых центрах, либо в частных лавочках. Продукты целесообразно покупать в сетевых маркетах типа КРФАУ или аналогичных. В Тунисе производят достаточно неплохое вино, впрочем, купить его можно только в тех магазинах, которые имеют лицензию, либо в магазинах беспошлиной торговли на вылете. Тунисская кухня впитала в себя традиции Северной Африки. Для большинства блюд подается острая приправа хариса, которая представляет собой соус из красного перца на оливковом масле. Из мяса доминирует баранина, в стране широко распространена рыба, в том числе тунец, название которого, по одной из версий, дало имя целой стране. Очень рекомендуется попробовать брик, пирожок, чем-то похожий на чебурек. В тонкий блин кладется начинка, мясо, протертая картошка, морепродукты, в общем, все что угодно. Разбивается яйцо, блин сворачивается пополам и жарится на сковороде или во фритюре. Из безалкогольных напитков первое место занимает зеленый чай. Обычно его подают с мятой и кедровыми орешками. Кофе менее популярно. В Тунисе производится несколько марок питьевой и минеральной воды, например, София. Пить рекомендуется только бутилированную воду. Изюминкой считается серое вино, цвет которой получается при добавлении луковой шелухи. Популярность такого вина очевидно надумана. Вкус не имеет особенностей, поэтому не стоит переживать, если не удастся его продегустировать. Из вин можно отметить магон. Из слабоалкогольных напитков в Тунисе производят пиво с ровным вкусом селтия. Оригинальными национальными напитками являются цитрусовый ликер с адротины, финиковый ликер тибарин и водка из инжира, которая имеет интересное название – пуха. Алкоголь запрещен в исламе, но вы сможете купить алкоголь в некоторых крупных магазинах. Тунис является исламской страной. С загоранием топли смогут мириться на пляжах и в гостиницах, но нескромность в одежде вряд ли будет одобрена вне этих мест. Всем приятного отдыха. До встречи в Тунисе.